Учитель – это не профессия, это призвание. Ведь чтобы суметь передать свои знания другому человеку, нужно делать это прежде всего с душой и любовью. В этом не сомневаются и совсем еще молодые, только начинающие свой путь учителя городского округа Щелково. Именно им в составе 12 человек предстоит участие в ежегодном состязании «Педагогический дебют», которое проходит в рамках конкурса «Педагог года». За долгое время своего существования конкурс стал ярким и значимым событием в сфере образования. Участниками педагогического дебюта могут быть молодые педагоги, стаж которых не превышает трех лет. Вы на конкурсе покажете все свое мастерство, все то, чем вы уже научились и чем вы можете поделиться с другими участниками конкурса. И я думаю, что данный конкурс, данное мероприятие – это в первую очередь обмен опытом. Всего участникам конкурса «Педагогический дебют» предстоит пройти три этапа. Первый из них уже состоялся. В нем каждый учитель должен был рассказать о том, какие методы он применяет на практике во время своего урока по тому или иному предмету. Перед началом разучивания какой-либо песни я стараюсь погрузить обучающихся в музыкальный образ произведения для передачи эмоционального характера песни и отражения его при исполнении. Во втором этапе конкурсанты должны будут продемонстрировать, как именно они проводят урок. Для этого каждый отправится в незнакомую для них школу и проведет там занятие. Заключительный этап – это публичное выступление. То есть там педагоги поделятся нами своими знаниями, своим отношением, потому что сейчас происходит вообще в системе образования в нашей стране и, возможно, в других странах. Завершающий этап конкурса «Педагогический дебют» состоится в начале октября. По итогу всех этапов члены профессионального жюри выберут самого лучшего и талантливого молодого педагога городского округа Щелково, который сможет впечатлить судьи, продемонстрировав свои самые лучшие профессиональные качества. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.